Это Тибет 30-х годов. Прекрасная изолированная земля высоко в горной цепи Гималаев. Окруженная Британской Китайской империей, она все же оставалась почти недоступной для внешнего мира. Далай-Ламы 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 по имени Тензин Геатсо, его реанкарнация. Примерно в тысячи километров от столицы, в Амдо, провинции на северо-востоке, близ границы с Китаем. В то время, когда западный мир воевал, Тензин и его семья совершали долгое путешествие в Улхасу. 14-й Далай-Лама прибыл туда в октябре 1940 года в возрасте 5 лет. Он прибыл туда вместе с мамой, папой и двумя старшими братьями, Лапсанг Сантемом и Геул Тандупом. Отец, я помню своего отца. Да, отец. И мама. А это мой брат. Я его пугал. Моя мама была очень доброй. Я никогда не видел ее в дурном расположении духа. Никогда. Она была очень доброй. И всегда улыбалась. Очень-очень хорошая женщина. Религиозная и необразованная. В начале она была неграмотной. Потом научилась с некоторым усилием читать некоторые книги. А здесь у моего отца усы. Он следил за усами. Они были такими упорядоченными. Не торчали вот так. Время от времени он и наша семья ели мясо с костями. И всякий раз, когда он ел то, что есть внутри кости, как оно называется, костный мозг, так, кажется, он называется. Он расправлял свои усы. Вот так. С того момента, как был найден юный Далай-Лама, с ним обходились как с богом-царем. Хотя он стал религиозным лидером, он не мог стать главой государства до тех пор, пока ему не исполнится 18 лет. И впереди у него были годы монашеского обучения. Баланс власти между правительством и религиозной элитой поддерживался церемониями и ритуалами, которые доминировали в жизни Тибета. Строгое следование протоколу можно продемонстрировать на примере Монлам Ченмо, великого молитвенного фестиваля. Это череда событий в честь того дня, когда Будда впервые проповедовал Тхарму, священный текст. Фестиваль начинается с момента передачи правления Алхаса от правительства монахам. Поверенные из монастыря Дрейпунк с тяжелыми серебряными жезлами приходят, чтобы потребовать от Кашага или парламента передачи им власти. Поверенных сопровождают Доб-Добс, монастырская полиция, здоровенные монахи с палками и кнутами. Разумеется, глава Доб-Добс вооружен самой большой палкой. В своих пухлых одеяниях с зачерченными щеками они должны следить и запугивать двадцатитысячную толпу монахов, запрудившую город в эти дни. Во время великой молитвы раздаются деньги и еда. Расходы на себя берет в основном тибетское правительство. В конце фестиваля власть возвращается правительству, большую часть которого составляют группы аристократических семей. Государственной службой занимаются примерно 200 семей, каждый из них направляет сына на государственную службу. Среди аристократов 30 семей занимают наиболее привилегированное положение и более важные посты. Намгял Такла родом из одной такой семьи царонгов. Это наш дом. Я там родилась. Это дом царонгов. Это моя тетя, Пакула. А это мама. Они как настоящие модели. Это странно, что они демонстрируют модели. В те времена на Тибете никто не слышал об этом. И уж точно никто этим не занимался. Это очень странно. Ясно, что устроила это тетя Пакула. Но кто мог снимать такое? А ведь очень красиво. Наверное, у них были британские гувернантки. Они научили маму так ходить. Потому что я не могу себе представить, чтобы мама сама демонстрировала одежду. На них надеты паса. Церемониальные наряды. Пакула считалась очень красивой. И я должна сказать, она настоящая красавица. Они в нашем саду. У нас был один из самых красивых садов в Лхасе. Потому что мой дедушка работал над ним. И заставлял всех членов семьи работать там. У нас в детстве у каждого было свое дерево. Мы его поливали, удобряли. И нам разрешалось сорвать плоды только с этих деревьев. Но не с других. А там была земляника, крыжовник, груши. Было все, что угодно. На этих кадрах мои тети вместе с дедушкой и бабушкой. У них был один отец, Царонг. Но они были от трех разных матерей. Это были три сестры, родом из семьи Цао. Такая семейная структура была обычным делом на Тибете. Мужчины могли жениться на нескольких женщинах. Но и женщины тоже могли выйти замуж за нескольких мужчин. Причина была в необходимости сохранять семейное богатство. Если у женатых старших братьев было несколько жен, они могли попасть в неприятности и затем могли сказать, ладно, мы хотим отделить нашу землю. Так что обычно братья женились на одной дочери или дочери выходили замуж за братьев. Разводы существовали. И прежде бывало так, что заключались контракты. Обычно за женой после развода тоже ухаживали. Даже после того, как она покидала дом. Сын оставался с отцом, дочка с матерью. Таким образом, не было проблем с детьми. Дочка автоматически оставалась с матерью, а сын с отцом. Они могли повторно жениться. Не было проблем с разводом или с замужеством вдов. На самом деле, пока вы молоды, вас подталкивали к браку. Пятилетний Далай-Лама должен был возглавить духовно, но не политически, массу гражданских и религиозных бюрократов. До своего официального вошествия на престол он оставался в летнем дворце в Нурбуллинка. До того, как он начнет новую жизнь, семья могла оставаться с ним. Конечно, в то время мой отец, моя мать и старший брат оставались со мной. Мне кажется, что родители каждый день навещали меня. Я тоже навещал их дом. Наслаждался домашней пищей. Пока паломники со всего Тибета собирались для получения благословения Бога Царя, он принимал важных иностранных гостей, которые, как это было принято, преподносили подарки. Британский чиновник из соседнего Секима захватил с собой камеру и сделал первые снимки Далай-Ламы. Сэр Безел Голд, мы видим его в молитвенном белом шарфе, преподнес маленькому мальчику дорогую иностранную игрушечную машинку. Однако его статус уже отделил его от других детей, и только старшему брату Лобсангу было разрешено проверить ее на ходу. Это мой старший брат. Люди думали, что я слишком рискую, поэтому они доверили играть с машинкой моему брату. Иногда я ревновал к нему. А кто это в машинке? Мой муж? Это он. Да. Намгьял вышла замуж за старшего брата Далай-Ламы Лобсанга в 1962 году, после того, как он ушел из монахов. Я вижу, на лошади сидит Лобсанг. Лобсанг такой серьезный, поверить не могу. Он здесь такой серьезный. Таким он не был на самом деле. А это прекрасные кадры отца Лобсанга на лошади. А это едет его мать. Я на самом деле любила свою свекровь. Я восхищалась тем, как она умеет носить простые украшения и одежды. Она была замечательной женщиной. Простой, из маленькой деревушки. Но она всегда была добра ко всем вокруг. И если какой-нибудь нищий приходил к нам за подаянием, она всегда просила повара накормить его. Это так и было. Она всегда была добра к людям. Она была замечательным человеком. Это вся семья. Отец Лобсанга, мать Лобсанг и гитсан Пирма, его племянница. А также племянница моего мужа, Танду. Не знаю, когда это снимали, но они все в церемониальных одеждах. Дата церемонии восхождения 14-го Далай-Ламы на престол во дворце Паттала была определена после сложных астрономических подсчетов. Между Норбуллинга и Паттала всего несколько километров. В этом коротком путешествии Далай-Ламу сопровождало его гражданское и монашеское свита. 13-этажный дворец был построен в 7 веке. Дворец длиной в 500 метров с более тысячи помещений размещался на Красном холме в Лхасе. Это была зимняя резиденция Далай-Ламы, место его духовной деятельности, а также центр тибетского правительства и его многочисленных гражданских служб. Тензин Гьяццо стал 14-м Далай-Ламой 22 февраля 1940 года. Для пятилетнего Тензина и его брата Лапсанга началась строгая и регламентированная учеба. Он был обычным ребенком, а потом внезапно стал монахом. Переехал в Хасу вместе с его святейшеством, оставил родителей, стал жить в огромном дворце среди строгих монахов и часто говорил то, что им не совсем было приятно. Другой брат остался со мной. Мы играли вместе. Иногда я пугал его, хотя он был старше. Он часто говорил, что его святейшество было непослушным и вредным, что он не слушался наставника, часто пугал Лапсанга. А еще он говорил, что у его святейшества были прекрасные игрушки, что они часто бегали вместе кормить птиц на крыше. Это была их любимая забава. Они были маленькие мальчики, жившие в огромных темных комнатах со старшими надзирателями. Им там было страшно. Они переехали с деревни, где можно было бегать повсюду, где была свобода. А тут они оказались в этом помещении. И это жутко их стесняло. Кажется, раз в месяц приезжала мама. Когда она приезжала, я был счастлив. А когда она уезжала, мне становилось грустно. И я расстраивался. Пока мальчики учились, роль лидера Тибета, вплоть до совершеннолетия Далай-ламы, взял на себя монах Регент. Регент Рейтинг со своим огромным телохранителем Утукбой заполнял этот вакуум власти. Однако его правление оказалось коррупционным. Он был смещен и в итоге был заключен в тюрьму после удачного переворота. Там он и умер. Пока молодой Далай-ламы ждал, чтобы взять всю полноту политической власти как духовный лидер страны, он действовал как номинальный глава. И одной из его обязанностей было посещение заседаний кабинета. Его строгие повседневные обязанности менялись лишь в дни важных празднеств. Празднество исполнения обета проходило в восточном внутреннем дворе Дворца Патала. Это было знаменательное торжественное событие, во время которого очищались все грехи и плохие деяния предыдущего года, прокладывая путь к следующему году. Монахи в желтых шапках из монастыря Далай-ламы Намгьял присоединялись к правительству и госслужащим и простирались ниц перед его святейшеством. Далай-лама следил за всем с верхнего этажа, балкон которого был закрыт желтым шелком. Главным событием был тантрический танец «Чам». Танцоры из монастыря Далай-лама в сопровождении барабанов и труп спускались по лестнице и проходили во внутренний двор. Они много часов проводили в медитации, воображая себя различными божествами во время представления. Танец «Чам» проходил в последний день тибетского календаря. Монахи, танцующие «Чам» не только усердно тренировали много лет каждый шаг и движение, но и старались постичь внутреннюю сущность каждого жеста. Главную роль оленя исполнял молодой монах в возрасте 12-13 лет. Вокруг него кружили 22 танцора в черных шапочках и 16 танцоров в масках. Танец служил ритуалом процветания. Он должен был вызвать удачу в новом году и очистить все негативные элементы прошлого года. В конце церемонии исполнялся обряд очистительного огня. Человеческий череп с алкоголем опускался в котел с кипящим маслом и расплавлялись последние следы зла. Тибетский буддизм отличается от прочих форм буддизма тем, что его корни лежат в древней религии Бон. Она принесла с собой веру в божества и небесные существа, а также различные традиции, которым следует все тибетское общество. Тибетцы верят, что их молитвы обретают дополнительную силу благодаря молитвенным колесам. Молитвенные колеса могут содержать километры написанных молитв. С каждым поворотом они как бы раскрываются. Паломники сосредотачиваются на своих мантрах в то время, когда крутят колеса. Прогулка по священному кругу длиной до 8 километров вокруг Лхаса известна как Лингхор. В дни празднеств, таких как годовщина просветления Будды, пилигримы начинают свой путь рано утром. Многие подают деньги, чай или пищу нищим, которые выстраиваются вдоль дороги. Артемизио, куст рододендрона и ветки можжевельника жгут на костре, и воздух наполняется ладаном. Некоторые паломники простираются нить. Такое простирание – это духовный акт, во время которого паломник продвигается дальше, ложась на землю всем телом. Иногда на весь маршрут у паломника уходит 6-7 дней. В Маклеотгане создан новый линхор для замены утерянного священного пути в Лхасе. И хотя паломники больше не простираются ниц в линхоре, люди все еще дают подаяние нищим. Однако теперь нищие – это индусы, а паломники, дающие деньги – тибетские беженцы. В дни праздниц кабинет и старшие госслужащие тоже отправляются в ландхор. Однако им очень жарко в их тяжелых церемониальных одеяниях, и они останавливаются в британской миссии выпить чаю. Исторически Британия и Китай официально представлены на Тибете. Британцы надавили, чтобы им позволили торговать, и в результате в 1937 году была открыта британская торговая миссия, а в середине 40-х годов в Лхасу прибыл представитель Китая. Отношения с британцами были дружественными, а с китайцами довольно напряженными. Доктора Сун Лен Шэнь встречает министра финансов Тибета Жигме Теринг. Хотя оба исповедуют буддизм, китайский националист Шэнь считает Тибет частью Китая. Помимо дипломатической шумихи, жизнь в Лхасе течет под древним законам и обычаям. Зимой Далай-Лама живет во дворце Патала, летом в Норбуллинка. Два раза в год гражданские и религиозные иерархи сопровождают его из дворца во дворец. Население Лхасы благоговейно следит за сиянием его святейшества, которое передвигается в повозке или в паланкине, отмеченным зонтиком с павлином. Мы обычно стояли у дороги вместе с толпой, ожидая получения благословения его святейшества. Пока его несли в паланкине, все стояли молча, жгли ладан. Люди не говорили ни слова, пытаясь разглядеть его. А вслед за ним шла армия. Это было намного веселее. Мы смеялись, чтобы скрыть волнение. Видите, молодой монах. Я смотрел из любопытства. Я с самого детства. Вот с такого возраста всегда хотел улыбнуться людям. Так что людям нравилась моя улыбка. Поэтому всякий раз, когда я проходил, люди выражали свой восторг. Мне кажется, в то время мне было 10 или около того. Я чувствовал, что люди считают меня реинкарнацией великого ламы. Но мне хотелось в то время только играть. Вот такой большой контраст. На празднестве Королевского Нового Года отмечается положение Далай-Ламы как верховного правителя церкви страны. Высокопоставленные лица надевают одеяния, сохранившиеся с 7 века. Древние украшения из янтаря и кораллов из Средиземноморья продавались раньше на Великом Шелковом Пути. Березовые амулеты на шеях и золотые шары в березовых кожахах на талии так тяжелы, что их приходится поддерживать. Обычные люди собираются у стен потала, чтобы посмотреть на танец неба. Это спектакль, во время которого человек забирается по веревке на высокую деревянную мачту, становится на небольшую хрупкую платформу и начинает крутиться. Это представление обычно устраивает человек из одной небольшой деревушки в провинции Цанг. Такое наказание было возложено на них за их сопротивление пятому Далай-Ламе в 17 веке. Как говорят в Цанге, матери умирают не от болезни, а от беспокойства за то, что их сыновей заберут для танца неба. Танец изгнания во время празднества исполнения обета – самый грандиозный, сложный. Эта церемония начинается с военного маневра под названием «Скручивание змея». Затем появляются 100 монахов с зелеными барабанами и цимбалами. Затем выносят торма – высокую скульптуру со смехающимся черепом наверху, символом зла. Затем выскакивает дюжий монах в состояние одержимости, известное как «Оракул Ничунг» и врезается в толпу. Оракул одет в особый наряд с тяжелым ремнем и огромным шлемом. Костюм столь тяжел, что медиум едва передвигается в нем. Он бегает в разные стороны, преследуя тормаса – дьявольский дух в сопровождении сотни монахов и большей части населения Лхасы. Когда Оракул достигает апогея, он пускает зажженную стрелу в костер, изображающий тормаса, и поджигает его. Многие религиозные празднества дополняются гражданскими или правительственными элементами, такими как, например, парад трапчи – церемониальный марш тибетской конницы перед правительством и госслужащими. Кавалеристы одеты в специальные кольчуги, стальные керасы и шлемы с павлинями перьями. У знаменосцев особые шлемы, на которых золотом написано имя Аллаха. Это отголосок встречи с арабами в 8 веке. Они держат длинные пики с разноцветными штандартами, на которых написано, что они выданы армии внука Чингисхана. Одежды членов кабинета украшены тяжелыми меховыми воротниками и манжетами. Их меховые шапки увенчаны шелковыми коронами, золотыми и бирюзовыми орнаментами. Представитель правительства в сопровождении четырех младших чиновников сообщает кабинету о количестве человек и лошадей. Затем кавалерия проходит перед кабинетом церемониальным маршем. Летом в Лхасе проходит празднество, на которых веселятся бедные и богатые вместе. В сезон пикников большая часть населения разбивает палатки в одном из парков на юго-востоке города. Палатки могут быть любыми, от самой простой до изысканной. Знаменитые музыканты Нангма играют на флейтах и гармониках для отдыхающих. Церемония сжигания ладана проводится в то время, когда монахи сидят в палатках и играют на старинных трубах. К веселью присоединяются даже представители гомендантского правительства Китая из миссии в Лхасе. В это время у них набирали силу коммунисты и вовсю бушевала гражданская война. Другим важным событием лета и любимым праздником Далай-Ламы был ежегодный оперный фестиваль во дворце Норбуллинга. Летом в Норбуллинга, кажется, в июле-августе проходили летние фестивали народных танцев. Кроме того, каждый день были разводы караулов. Я, как всякий ребенок, любил военные представления. Они были зрелищными, хорошо организованными. Вроде этого. Опера. Уникальная тибетская опера. В это время не было уроков. Были каникулы. Часто приезжала мама, потому что в этот период моя семья жила в Норбуллинга. Они оставались там на два дня. И я был счастлив. После пятидневного фестиваля начинались уроки, и моя мама уезжала. Так что я сильно грустил. Это печально. Вот такие у меня остались детские воспоминания. У студентов в Булхасе не было выбора, участвовать или нет в празднествах. Их соперниками в борьбе и поднятии тяжести были солдаты из полка личной охраны Далай-Ламы, хотя трудно поверить в это, учитывая их рост и стать. Особой непопулярностью пользовалась борьба, потому что нужно было оставаться в набедренных повязках. Это считалось позором, обнажаться на публике и особенно перед старшими. Чтобы сохранить их достоинства, воспитатели выходили вперед и прикрывали их. В это же время по городу проходили гонки, в том числе пеший забег. Состав участников был смешанный. Бежали и старый, и млад. Они бежали в разноцветных одеяниях без особого энтузиазма. Забег был их обязанностью, долгом перед землевладельцем. Для тибетской аристократии проводилось множество неофициальных встреч, в частности, прием в британской миссии или деки Линка. Это были настоящие чайные церемонии в колониальном стиле. Летом многие устраивали вечеринки в честь какого-то события. Куда-то выезжали. Женщина, которая метает дротик, моя бабушка. А это моя младшая сестра играет в дартс. Похоже, это вечеринка в британской дипломатической миссии. Там прекрасный сад. Слуга, одет в ливрею. Такой обычно носили слуги вице-короля. Кажется, их надевали во время неофициальных встреч. А эта пожилая женщина похожа на госпожу Лалу. Это особая женщина. Вообще-то, она была монахиней. Она влюбилась в одного из членов семьи 13-го Далай-Ламы. Она была очень любезной. Много всего делала, навещала нас примерно раз в год. Когда Индия получила независимость в 1947 году, британская миссия была закрыта. У Тибета не было статуса независимой нации. Он не был признан в мире. В Китае продолжалась гражданская война между коммунистами и националистами. Тибетское правительство понимало, что в случае победы коммунистов они не потерпят их религию. Однако они не хотели становиться не на чью сторону, и поэтому вежливо попросили китайских националистов покинуть Тибет. Небольшая тибетская армия была реорганизована. Были созданы новые полки, части оснащались новым оружием. В 1949 году завершилась гражданская война в Китае, была основана Китайская народная республика под руководством Мао Цзэдуна. Одной из их первоочередных задач было возвращение Тибета на родину. 6 октября 1950 года 40 тысяч солдат китайской народно-освободительной армии вторглись в Тибет, и маленькая тибетская армия сдалась. Тибет обратился в ООН за помощью, но тщетно. Брошенному международным сообществом Тибету не оставалось ничего иного, как вступить в переговоры с Китаем, но для этого был нужен единый лидер. Таким образом, 16-летний Далай-Лама стал духовным и временным лидером страны. Далай-Лама действовал быстро. Он послал делегации в Британию и США. Но был разгар холодной войны, и союзники отказали в помощи. Китайцы, однако, были рады договориться. Далай-Лама из-за опасения, что китайцы оккупируют Лхасу, поручил своим чиновникам в Пекине провести переговоры. Соглашение из 17 пунктов, в котором Тибет именовался частью китайской родины, было подписано в Пекине без согласия Далай-Ламы. Началось долгожданное воссоединение, как это называли в Китае, которое завершилось в октябре 1951 года взятием Лхасы. Профессор Сангдонг Римпоши был в Лхасе в это время. В Тибет прибыло множество китайских военных. Они установили громкоговорители в Лхасе. Мимо домов было протянуто множество проводов. Стоял огромный громкоговоритель. Но это было не радио. они вели пропаганду на улицах города. Соглашение 17 пунктов разрешало тибетскому правительству продолжать управление страной. Тогда Далай-Лама приступил к социальным и земельным реформам. Хотя он пытался вытащить Тибет в 20 век, он все еще был обязан исполнять древние и жесткие духовные обязанности. Церемония Калахакра или Колесо Времени это одна из самых сложных систем в теории и практике тибетского буддизма. 17-летний Далай-Лама был посвящен в эту тантрическую традицию на глазах сотен чиновников и монахов во дворце Нарбуллинка. Смотрите, это моя первая церемония Калахакра во время посвящения в Нарбуллинка. Мне было 16 или 17 лет. Видите, я беру на себя ответственность за храм власти Каса. В 1954 году Далай-Лама получил приглашение приехать в Китай. Многие тибетцы опасались за его безопасность, но Далай-Лама решил поехать, чтобы воспользоваться возможностью лично переговорить с Мао. Я чувствовал и не только я один. Многие высшие чиновники тоже так считали, что есть два выбора. Один был в том, что сейчас самое подходящее время поехать в Пекин и лично встретиться с его руководителем. Некоторые были настроены против. они не хотели, чтобы я ехал. Думаю, из страха. Но, по-моему, лучше было поехать. Тибетцы были напуганы тем, что Далай-Лама уезжает из страны, но он обещал вернуться через год. Сотни людей отправились из Лхасы и стояли на берегу реки, глядя ему вслед, молились за его безопасное возвращение. Вот это мой отъезд из Лхасы в Китай. Мне нравятся миссии. Всякие современные штуки. Поэтому мне хотелось посетить Китай. Однако я поехал туда не как турист. У меня было ответственное задание. Я не был уверен в себе. У меня были смешанные чувства. были надежды, сомнения, страхи. Многие решат, что это была нерешительность. Это так. А еще волнение. Далай-Лама посетил первый китайский национальный конгресс, в котором тибетской делегации отводилось 10 мест. Он был впечатлен Мао, он был согласен со многими принципами равенства в коммунизме. Однако во время последней встречи Мао не стал тратить время и четко представил ему свое мнение о Тибете и его будущем. Когда Далай-Лама встал, Мао повернулся к нему и сказал религия это яд. Далай-Лама вернулся на Тибет. До него дошли новости о том, что китайские власти конфисковали земли монастырей на востоке страны и распределили их между собой. Началась борьба между китайской армией и тибетскими Лхасу хлынул поток беженцев. В такой напряженной атмосфере Далай-Лама должен был сдать свои последние монашеские экзамены. Главным в экзаменах были публичные дебаты. Дебаты это древняя практика буддизма, существующая сегодня, хотя нынешние монахи и теперь монахини ведут ее в более энергичном стиле, чем в 50-е годы. Эти монахи ведут споры, приводя личную интерпретацию буддистских текстов. Обретаются навыки спора и умение логично защищать свою точку зрения, проводя собственный анализ и постоянную переоценку. Точка зрения акцентируется хлопком рук, и теперь оппонент может отвечать. Кульминацией 18 лет от обучения Далай-Ламы стал экзамен на докторскую степень по буддистской философии. Он начался с дебатов в одном из самых больших монастырей Тибета. В монастыре Дрипунг жили 10 тысяч монахов. 8 тысяч из них толпились во внутреннем дворе рядом с главной залой, чтобы увидеть, как Далай-Лама приедет на свой первый экзамен. Монастырь владел местными землями, на них работало примерно 20 тысяч крестьян, плативших налоги. Монастырь собирал доходы с молитвенных серий празднеств, которыми была насыщена монашеская жизнь. Питание монахов во время таких событий, как экзамен, было сложным, даже опасным процессом. Молодые монахи бежали с кухни с огромными бадьями с сампра своим братьям, которые сидели во дворе. Сампра это основная пища тибетцев из ячменной муки, смешанной с маслом яков, чаем или водой, чтобы получилась густая масса. Чтобы отпраздновать присутствие его святейшества, монахам раздавали молитвенные шарфы, чай и деньги. Я тоже сижу там, где-то во втором или третьем ряду со стороны правительства, там, где сидят чиновники. Сейчас его святейшество ведет спор с двумя аббатами. в молодости ему пришлось поехать в Китай. Потом он посетил Индию, он занимался многими вещами, и у него не было времени на учебу. Вот сейчас главный учитель монгол, как там его звали, Касуда. Он задает мне вопросы. Очень быстро говорит. Быстро. Я немного нервничаю. у меня почти не было возможности обхитрить его, обмануть. Он старший учитель. Он задавал вопрос очень быстро. Один, другой. У меня просто не было времени на то, чтобы обдумать их, построить защиту. А сейчас моя очередь вести спор. Разумеется, мы многому научились у его святейшества. Мы знали, что он великий ученый, но он не обучался умению вести монашеские дебаты. Возможно, он не был слишком убедителен во время споров. Однако, когда он в первый раз говорил с аббатами, он был превосходен. Он рассуждал наравне с теми, кто всю жизнь проводит в дебатах в монастыре. Временами аббатам было трудно с ним спорить. Следующий экзамен прошел в монастыре Сера. С Далай-ламой путешествовало правительство, обсуждая с ним возросшее напряжение в Лхасе. В то же время, ему пришлось готовиться к следующей серии дебатов, тем более, что у каждого аббата свой стиль ведения споров. в монастыре Сера, когда вы ведете спор с оппонентом, хорошим ученым, их ответы предельно логичны. Они, как бы это сказать, надежны и значимы. в монастыре Сера один аббат был не слишком ученым, не самым лучшим. И вот я со своей стороны, если ответ звучит в этом направлении, то я готов вести спор в этом же направлении. А если ответ в этом направлении, я всегда веду спор тоже в этом же направлении. Я всегда готов к этому. А он постоянно задавал какие-то неожиданные вопросы. Это заметил мой наставник, и он очень вежливо остановил его, и дебаты завершились. Это было большое облегчение. Последний из предварительных экзаменов должен был состояться вдали от Алхасы в монастыре Ганден. Как не смешно, но экзамен в Гандене оказался коротким отдыхом для Далай-ламы. Тысячи беженцев прибыли в Алхасу, спасаясь от войны на Востоке. В предместе города были разбиты множество лагерей для них. Росло напряжение из-за оккупационных китайских войск. Они находились в Тибете уже 9 лет. В Алхасе началась нехватка продовольствия, ходили слухи о резне в Восточном Тибете и уничтожении святынь. Последний экзамен Далай-ламы совместили с празднеством Нового года Мон-лам. В городе было 30 тысяч монахов, со всей страны приехали паломники. Храм Джокханг был переполнен. Туда набилось правительство, чиновники, старшие аббаты и монахи. В это же время китайцы разместили огневые точки на крышах. Там находились солдаты с винтовками. Ходило множество слухов об опасности для Далай-ламы. И такая угроза действительно была. Поэтому были приняты повышенные меры безопасности. И это несколько раздражало. С монашеской атмосферой не слишком вяжется солдат с ружьем и рацией, внимательно следящий за вами. Люди к такому не привыкли. Так что в этот момент радость и напряжение шли вместе. С одной стороны атмосфера была напряженной. Многие люди думали, стоит ли собирать вместе столько людей. проводить или нет праздник, потому что напряжение было слишком велико. Однако все прошло гладко, и все были счастливы. Мой последний экзамен прошел успешно. Я так думаю, что успешно. А кроме того, в уголке сознания засела мысль, что больше экзаменов не будет. Далай-Лама вернулся в Норбуллинка со своей свитой, но теперь в сопровождении вооруженной охраны. Пришло приглашение от китайского губернатора Тибета, который приглашал Далай-Ламу на выступление танцевальной группы в штаб-квартире китайских войск. Чтобы обойтись без формальности, китайцы просили его прийти с невооруженными телохранителями. Далай-Лама опасаясь, что отказ ухудшит и без того хрупкую ситуацию, согласился. Но новость быстро облетела весь город. Тысячи людей бросились к дворцу, умоляя Далай-Ламу не ходить туда. Разведка доложила ему, что китайцы готовы бомбить дворец. Далай-Лама, убежденный в том, что в случае его отъезда люди будут спасены, принял решение уехать. Разумеется, в моем мозгу жил страх и печаль. Кроме того, я был в отчаянии. Я покинул многих близких друзей. Служащие, монахи, которые ухаживают за храмом. Я имею в виду Норбуллинка. Так что, с точки зрения человеческого фактора, мне было очень грустно. Однако несколько тысяч тибетцев, которые решили защищать Норбуллинка, внушали мне дополнительное беспокойство. Если что-то случится, погибнут тысячи людей. Так что есть моя жизнь, есть опасность, есть мое будущее, но оно прочно связано с будущим всего Тибета. Так что все смешалось. Беспокойство, сомнения, страхи, колебания и грусть. Далай-Лама сбежал из Норбуллинка ночью, переодевшись тибетским солдатом. На следующий день я достиг Южного Тибета и больше не опасался за свою жизнь. Затем мы без колебаний критиковали наших китайских братьев и сестер. Мы критиковали их и в Улхасе, но я понимал краешком сознания, что там нужно быть очень и очень осторожным. всякие могли возникнуть ситуации. Когда мы достигли Южного Тибета, где не было китайской армии, мы испытали необычайное чувство, чувство свободы. Через две недели после трудного путешествия по Гималаям, Далай-Лама достиг безопасной зоны Северной Индии. В течение нескольких дней китайцы систематически обстреливали Норбуллинка, Патала и Джокханг. Борцы за свободу и монахи тибетского сопротивления взяли оружие впервые в жизни и не смогли оказать сопротивление китайской армии. Они сдались через три дня. Тибетское правительство было не зложено. Китайцы начали разрушать тибетское общество, буддистские традиции и культуру. Монастыри были разграблены, священные письмена сожжены. Монахов и монахинь заставляли отказываться от веры, заставляли отказываться от своих одеяний и даже насильно заставляли жениться друг на друге. Бессовестно использовалось классовое негодование крестьян феодальной системы Тибета. Чиновники и аристократы попадали в тюрьму или их заставляли заниматься неквалифицированной работой. Они были подвергнуты общественному астракизму, в результате многие покончили с собой. Индийское правительство предоставило Далай-Лами политическое убежище. К нему присоединились 80 тысяч беженцев из Тибета. С тех пор он живет в Драхмасале, известном как Маленькая Лхасса. Далай-Лама обратился в ООН, призвав Китай соблюдать права жителей Тибета и их желания самоопределения. Но, несмотря на три резолюции ООН, международное сообщество отказалось вмешиваться в это дело. Посмотрите на эти кадры. Это совершенно иной мир. Таким он был. Вот что грустно. Когда мой дедушка говорил о Тибете, он говорил очень эмоционально. Мой дедушка хотел, чтобы Тибет был связан со всем миром, чтобы он вступил в ООН, чтобы тибетцы учились у себя на родине. были связаны со всем современным миром, сохранили свое мировоззрение, свои желания, так же, как 13-й и 14-й Далай-Лама. Хотели, чтобы мы общались со всем миром, но, к сожалению, мы сами оказались слепы. Мы ничего не хотели знать о внешнем мире. Мы были поглощены нашим собственным болотом. так вышло, что мы ничего не знали о мире и поэтому потеряли свою страну. Я думаю, что только поэтому. Далай-Лама защищает свою родину. Он хочет, чтобы тибетцы вернулись на Тибет, пусть даже они останутся меньшинством в Китае. Он убежден, что надо мирно и терпеливо вести переговоры с китайцами. Мирный путь самый лучший. Однако настоящий подход Китая к различным малым народностям, таким, как тибетцы, слишком далек от совершенства и не представляется нам здоровым и долгосрочным. Нужны новые мнения, лучшее понимание того, что происходит и грядет. Так что я сохраняю надежду. Спасибо. Композитор Энди Колтон, оператор Джоан Перри, продюсер Саймон Форд. Фильм озвучен Звуковым агентством Марафон по заказу канала ТВ-Центр. ТВ-Центр. Субтитры создавал DimaTorzok